когда у нас была война украинцы воевали за грузию я всю жизнь чувствовал долг перед украинцев и перед украины так как я не военный я не воюю физически с автоматом ну пока я хотел хоть что-нибудь зарубить для украины и единственное что в данный момент я могу это показать людям реальную украину и бороться против русской пропаганды колы я приехал в киев меня застричь застрели и друзья они меня отвезли под киевом где была оккупация и мы зашли в одну из разбомбленных сгоревшие сгоревшая там школа когда мы ходили внутри школы мой друг коля нашел этого медвежонка ну она чуть-чуть пострадала но выжила я подобрал его и в тот же момент записал видео что когда эту школу школу реабилитируют когда в эту школу начнут дети ходить коли я его назвал коли и коли вернется домой в эту же школу а до этого он со мной он как мой талисман часть в честь моего друга николая коля его завода я медвежонка назвал коли у нас в грузии в абхазии уже 29 лет мы мой дом оккупированы русскими войсками я сам ребенок войны и я все эти ощущения все эти страхи все эти боли она присутствует в моей жизни каждый день моих снах когда началась война до 4 февраля широкомасштабное наступление на украину утром я проснулся взял телефон увидел первые кадры бомбежки украинских городов я просто сидел с телефоном руках практически выключенном состоянии и просто плакал потому что я понимал ощущал все что ощущали в этот момент эти люди которых бомбили русские солдаты и русские ракеты и русская артиллерия я приехал до украины 12 серпня я по профессии не журналист но получается за последние два месяца я стал как бы военным корреспондентом я был ну верпение в пуче под киевом я был во львове сама собой в киеве был харкове в балаклее последний раз был в изюме кола я заезжаю надо окупованные места я в первую очередь конечно снимаю на камеру все что вижу и все что можно снимать просто показываю людям настоящую украину реальность и так и назвал принципе я свой youtube-канал freeкраина лайв это свободная краина в прямом эфире цель как документальный сериал будет по сериям и в конце это будет один документальный фильм будет как путешествие одного человека в стране которая воюет место яке больше всего поразила это северная салтовка на день из районов города харьков там была страшная пустота и в этой пустоте я слышал голоса этих людей страдания этих людей слезы крики и я ощущал весь этот ужас ты видишь просто кадры как там дети бегут как люди страдают кто-то умирает кто-то горит кто-то одну даже закрытыми глазами ощущается это этот ужас когда мы закончили там съемку и по дороге шли уже выходили пешком из северной салтовки у меня просто сила вот коленки сорвались я присел и я просто прав плакал это было ужасно на декупированных территориях самое ужасное что я видел это состояние людей люди якея залишились а на территории яки не смогли выехать их лица их всех их психологическое состояние они запуганы и они голодные они холодные они замучены представьте 200 дней от оккупации под русской оккупации каждый день к ним приходили забирали кого-то некоторые не возвращались домой пытали подсоединяли на или какой какие-то электрические устройства тубинками любили психологически на них давили корпуса дома все что разрушена и это можно построить это можно заново еще лучше шоу хорошие дома построить у этих людей эту боль этот страх она никогда не никуда не уйдет это история украинского героизма до жертва до разруха слезы боль беженство все это есть присутствует при войне но я говорю и часто это говорю что это ментальная революция украинского народа 28 августа 93 года на мой дом над моим подъездом на пятом этаже упала русская бомба кстати выстреленная с того же корабля которого утопили украинцы на дне черного моря 25 сентября 93 года мы с мамой выехали на украинском корабле мне мама прислала видео в интернете она нашла тот самый корабль тот самый день который день мы сели в этот украинский корабль и выехали из зоны конфликта я помнил этот корабль как он выглядел и увидев на видео этот корабль весь все эти воспоминания всплыли я помню как своими глазами видел на палубе многих раненых напуганных людей как мы боялись как нам украинские солдаты приносили молоко горячее выпить детям я выжил просто много раз выживал особенно когда была у нас война и когда я сюда ехал мне говорили там бомбят там война там страшно но у меня не было никакого страха у меня есть единственная цель чем-нибудь помочь в этой войне нашим братьям нашим друзьям украинцам я бы хотел поехать в херсон танец в луганск и я бы хотел пешком пройтись весь этот всю эту линию границы с российской федерации после после полной деоккупации украины самое главное это наша общая война перемога украины это самая короткая дорога ко мне домой